Однажды, рано утром, принц Рауден Орелонский проснулся, отнюдь не подозревая, что проклят навеки. Рауден сел в кровати, сонно моргая. В окна лился мягкий утренний свет. За распахнутыми дверьми балкона открывался бескрайний вид на Эландрис. Стены его твердыни нависали над примастившимся рядом городком Кай. Они подымались на неимоверную высоту, но еще выше возносились верхушки черных башен за ними. Их обломанные шпили, подобно безмолвным часовым, стояли на страже скрытого от глаз былого величия. Сегодня покинутый город выглядел мрачнее обычного. Рауден рассматривал его несколько мгновений, потом отвел взгляд. Трудно было не замечать огромные эландрийские стены, но жители Каи старались делать именно это. С болью вспоминалась им красота города, с недоумением то, как благо Шауда вдруг обернулось проклятием. Думая об этом, Рауден выбрался из постели. Для столь раннего часа было необычайно тепло. Он даже не успел замерзнуть, пока натягивал мантию. Рауден пожал плечами и потянул шнур колокольчика рядом с кроватью, давая слугам знать, что пора подавать завтрак. Еще одна странность. Он был очень голоден. Рауден не любил обильных завтраков, но сегодня проснулся с волчьим аппетитом и не мог дождаться, когда принесут еду. В конце концов, принц решил послать кого-нибудь с приказом поторопить поваров. «Ен!» — крикнул он в неосвещенные покои. Ответа не последовало. Рауден нахмурился, недоумевая, куда подевался его Сион. Принц встал и снова его взгляд невольно потянулся к окнам. Накрытый тенью великого города, Кай казался незначительной деревушкой, а сам Элантрис, огромный черный, как эбеновое дерево, лабиринт домов и улиц, напоминал остов некогда живого существа. Рауден поежился. В дверь постучали. «Наконец-то!» — с облегчением произнес Рауден, открывая дверь. За ней стояла старая Элао с подносом фруктов и теплого хлеба. Стоило Раудену потянуться за подносом, как руки служанки разжались, и тот с грохотом полетел на пол. От далеко разнесшегося в утренней тишине эхо у Раудена зазвенело в ушах. «Доме милостивый!» «Домит» «Дгоем» «Дlly милостивого!»